Она наконец-то написала то, что он домогался, извращал ее. Я была в шоке. Он меня украл обманным путем. Обманным путем привез меня к своей бабушке. Мне было 18 лет. Его бабушка наделала на меня платок и сказала, если ты снимешь его, то ты не будешь счастлива, счастлива. Я так и осталась там, не дома. Где-то мы лежали где-то месяц, может быть, полтора. Мне было так страшно после капельницы. Они такие, оказывается, агрессивные. Они могут встать, просто идти. А куда идёт, непонятно. Он так же относился, он так же меня бил, он избивал. У меня были синяки. Он угрожал мне. И мать его угрожала. Ну, типа, ты знаешь, сколько у нас денег. Ты знаешь, что мы всё можем. Сейчас деньги первую роль играют. Детям уже исполнилось 7-8 обоев. И они стали забирать их. Они стали их забирать и уже увозить. В пансионате есть коттедж свой. В этом коттедже они отдыхали. И приезжает она в августе. Они в августе месяце. Потому что уже школа. И она идёт по лестнице и говорит, я его ненавижу, я её видеть не хочу. Я думала, переходной возраст. Она сказала, мама, я себе в телефон устроила СОС. Я говорю, что такое СОС? Он говорит, СОС, это типа, если что-то случится, это я тебе отправлю СМС. Психолог позвонил где-то там, может быть, через два часа, может, через пол. Я не засекала. Звонит мне психолог и говорит, придите, говорит, срочно. Она, оказывается, А4 попросила, говорит, я не могу, говорит, можно я буду писать? Она, оказывается, написала то, что он домогался, извращал её. Я была в шоке. Я не знала, что он так может. Я сперва не поняла, как это. Я не стала, я до конца не стала читать. Написала заявление Свердловской РУВД следователю Эркину Луис Кендер. Написала ему заявление. Он принял. Мы ездили на место происшествия, где последний раз я была в тупике. Там нашли салфетки. Он заставлял моего ребёнка маструмерить свой член. Потом я узнаю то, что он на истекуле в коттедж заставлял её раздеваться до кона. Он трогал её тело, груди. Сына отправлял в другую комнату и сказал, чтобы он не выходил. Следователь Эркину Луис Кендер закрывал моё дело и не оповещал меня. Вы представляете? Я пошла в прокуратуру, написала жалобу, письмо. То, что вот так вот так закрыл моё дело. Как можно закрыть дело, не допросив виновного? Он просто тупо закрывает дело и так шевырнул мне дело и говорит, куда хотите, к тому и обращайтесь. Но направляли одному тому же следователю, мужчине, который затягивал всё это. И самое главное, стоит подчеркнуть, что прямо говорят, что здесь нет состава преступления, они не доверяют девочке, что она находится под влиянием матери. Мой ребёнок прошёл детектор лжи. Я настояла на это. Моя душа говорит правду. То, что я ходатайство кидала, чтобы он прошёл детектор лжи, он отказывается на отрез. По факту исследователи, которые расследуют это дело, должны были провести экспертизу по Стамбуйскому протоколу. Стамбуйский протокол у нас работает с 2014 года. Этого не было сделано по настоящее время. И сейчас мы добиваемся, чтобы заново всё это сделали. Мы сейчас работаем с медицинскими сотрудниками, чтобы оказали им помощь. Они подтвердили получение травм и со стороны матери, и со стороны девочки, и даже младшего сына, который всё это видел. Это было половое преступление. И девочка хотела совершить суицид. Моя дочь тоже говорила, что я тоже хотела умереть. Но я прочитала, что смерть не может быть мгновенной. Но я потом думала о тебе, что ты можешь делать без меня. Мы считаем, что здесь были применены коррупционные механизмы. Именно поэтому одному тому же следователю всё время отдаёт. Один и тот же следователь тянет, волокит в течение двух месяцев, и уже третий раз прекращает это дело. Чему так же должна быть оценка со стороны вышестоящих органов. И сейчас мы везде получаем ответы, что были приняты меры. Она перенаправлена прокурором, она находится под контролем. И мы бы просили все вышестоящие органы, чтобы довели это дело до конца. Привлекли к уголовной ответственности. И права девочки, и права матери этой девочки были восстановлены. Я очень прошу, чтобы они рассмотрели это моё дело. Я просто два года, два года моё дело тянется. Два года. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА